всем привет с вами сергей проект по и как же я люблю когда завершается например трилогия когда завершается какая-то история которая стоит из нескольких томов для себя как что-то закрываю как там гештальт до закрываю или прям особенно если хорошо закрыл завершается история ты кайфуешь но действительно классно ты вот первый второй третий четвертый пятый томики ты читаешь финальный том и автор не слил концовку думаешь вот это хорошо вот это я не зря потратил столько времени прочитал собрал у себя и сейчас как раз таки я хочу похвастаться что я завершил трилогию который называется рожденный туманом я прочитал третью книгу который называется герой веков автор брендан сандерсон сандерсон конечно топ и серия звезды новой фэнтези вышла книга у издательства азбука вышла уже давно то нам есть сандерсон сейчас выходит и я скажу что это произведение это в целом история меня зацепила в который расскажу что сандерсон очень классно может в магические системы магические миры он создают и продумывает очень классно необычную магию все это как это объясняется как это все используется ты веришь в этот мир в этот магическую эту систему как это все работает напомню в этой системе связанная история с металлами как их можно использовать как персонажи могут их использовать как получать эти способности и из тома в том эта история состоит из трех напомню вам томов первый назывался пепел и сталь мы с вами читали его на совместном чтении потом источник вознесения я называл насколько помню книгой месяца то же самое сейчас герой веков я тоже назову это книги месяца это завершила эту всю историю и мне понравилось как это произошло чтобы избежать спойлеров не помню немного напомню здесь про мир то есть мир в котором первом томе главные герои читать там воры какие-то авантюристы объединяются и вот одна из девушек рожденных туманов и ну который как раз из очень классные способности они объединяются чтобы свергнуть все держители чтобы свергнуть того кто правит прям целым этим миром которые жестко так все контролируют и тут если угнетенные тут есть искать называют тут есть аристократы со своими магами он все это взял себе под контроль тут есть даже и существа которыми он там управляет их тысячи тысячи и первом томе она посвящается восстание второй том посвящается тому как дальше раскрываются тайны что он хранил где он какая у него способности что делать людям после того как свергли самого главного человека полубога считайте и как дальше будет общество существовать естественно там всякие гражданские войны противостояния аристократия делит власть и тут будет как раз и осада замка и как вот придут на штурм ну считайте победила вот это небольшая шайка победила захватила власть ну естественно другие сказали вы чем мы хотим себе это все забрать и они свои войска сюда пригнали и как вот вот вторая книга как раз про то как этому всему противостоять третья книга а третья книга это когда начинаются глобальные проблемы у мира и понимаешь что оказывается вот этот полубог он что-то там действительно дело хорошее все таки не такой он уже был и злой он пытался от какой-то глобальной катастрофы сдерживать мир и вот как раз таки сейчас видим участились землетрясения туман который раньше вроде как хорошими делами ну его не так сильно боялись теперь там начали люди погибать заражаться он сильно распространяется вообще весь мир как-то куда-то качется катится да то опять же войны разборки все дела и главные герои они как раз таки по наследию этого вседержителя они пытаются найти что он где сохранил почему он это хранил и мы узнаем о существовании мощного врага прям враг с большой буквы и вот можно ли ему противостоять особенно примите прикиньте там одна из способности это врага он практически если ты озвучиваешь свои планы или ты там что-то пишешь то это все можно исказить ну вот и соответственно ты даже не знаешь правду говорят тебе правда ли написано так далее но есть пару нюансов и вот за эти нюансы как раз наши главные герои и уцепиться масштабные в конце естественно сцена концовочка очень такая эпохальная мне история очень понравилась однозначно вот цикл этот фэнтезийный мне очень зашел поэтому меня когда спрашивают что почитать у брэндона сандерсона так как я не очень много читал я расскажу про свой путь я то есть рекомендую вам почитать или по мере написания это самое раннее его произведение эландрис но сделать скидку что-то действительно читайте чуть ли не проба пера довольно там есть не всякие нюансы при прочтении кажется немного простоваты но думаю все равно повороты вот это поворот тут будет или сама система магии вам понравится и придача тот том завершён и вот после неё я вам как раз рекомендую браться за этот цикл рожденный туманом и спокойненько все три книги прочитать существует продолжение которое спустя там много-много лет происходит действие там цикл двурожденный я за него еще возьмусь поэтому не знаю в подробности про него вот но вот этот цикл я однозначно вам рекомендую он входит вот в циклы любимые мои циклы в жанре фэнтези тем более видите история завершённая это вообще очень-очень люблю когда цикл не повисает на полусловия хотя есть действительно конкретная точка хотя зная мастерство авторов они действительно могут про мир еще еще истории клепать но вот эти все три книги пепел и сталь еще раз напомню источник вознесения героев веков завершенная история смело можно прочитать вот он очень классно раскрывается автор я понимаю что он он как раз это на этих книгах и пошла его известность и сейчас он уже творит ну прям демюрк да он столько уже миров создал фэнтезийных он и фантастику едет и в детскую литературу лезет из отдельные томики помните секретные проекты я уже довольно много их прочитал вам про них рассказывал если там фантастические типа там мстители да вот этот цикл там где про суперспособности у людей вот если они будут во зло это использовать научи классно классно создает он мир и не вот видите да я не берусь за основной архив буря света цикл еще который не дописан а вот эту трилогию смело рекомендую и так рожденный туманом трилоги называется этот тонко конкретно герой веков и я постарался он без спойлер так немножко рассказать про весь цикл однозначно стоит на него обратить внимание все любители фэнтези так точно должны его прочитать чтобы понимать почему сандерсон это топ возможно в последних в последних уже произведениях или когда же говорю я уже делал отзывы на его секретные проекты которые не сильно меня впечатлили там уже он как говорится не торт но здесь здесь как раз самый сок такое стоит читать однозначно что эти хорошие книги с вами был сергей проект по пока и и и и и и и